приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том как же правильно отдавать долги соблюдая эти правила вы никогда не будете в долгах а если будете брать деньги в кредит или в долг вы быстро будете рассчитываться далее друзья все более подробно никто из людей не хочет жить в долгах даже если и сильно поискать такого человека вы его не найдете но к сожалению бывают в жизни такие ситуации что без этого не можно никак обойтись брать деньги в долг было придумано не в наше время этот обычай тянется еще с давних времен а современная жизнь это все приумножает так как тесно переплетается с долгами рассрочками кредитами и казалось бы это для людей лучше так как они могут больше себе позволить и в любое время купить то что пожелают но вы должны понимать что именно такие действия разрушают связь с денежной энергией что в результате привод к различным финансовым проблемам повседневной жизни мы часто воспринимаем это как нормальное явление но не стоит забывать о том что долг это обязательство которое в результате закончится непредвиденными ситуациями и в большой части они будут негативными для вас когда берутся деньги в долг то между людьми в такой момент происходит обмен денежной энергией между тем кто берет и тем кто дает деньги в долг поэтому нужно быть очень аккуратными и думать стоит ли это делать вам для того чтобы не привлекать свою жизнь негатив нужно обладать определенными знаниями действовать в соответствии с правилами которые проверены годами и передавались нам для того чтобы уберечь нас от неприятностей проблем они учат как отдать долг чтобы не спугнуть денежную энергию важным является то что нужно уметь правильно отдавать долг чтобы не не только не нарушить установленные доверительные отношения с определенным человеком который дает вам деньги в долг и не будет нарушать отношения с денежной энергией и при этом сумеет улучшить в результате свое финансовое положение деньги как вы уже знаете обладают определенной и особой энергией если с ней обращаться неправильно относиться без уважения то денег даже если вы будете работать с утра и до вечера к сожалению никогда у вас не будет поэтому соблюдайте все правила а если вы чего-то не знаете то перед тем как сделать что-либо тщательно изучайте данный вопрос отдавать долг ни в коем случае нельзя во все религиозные праздники это лучше сделать накануне или уже после такого праздника также не отдают долг и в темное время суток так как это притянет большие денежные проблемы поэтому делайте это утром или максимум днем так вы не нарушите потоки денежной энергии к вам а наоборот приумножить и и хорошо отдавать деньги когда солнечный день покажите их перед этим действием солнышку таким образом вы избавитесь от долгов отдавать деньги в понедельник также не стоит если вы это сделаете то у вас будут убывать деньги на протяжении целой недели по разным и непредвиденным на то причинам на растущую луну также не отдаются долги отдав деньги в такое время вы таким действием спровоцируете то что деньги будут от вас постоянно утекать при каждом появившемся случае и вы не сможете их удержать хорошо отдавать деньги на убывающую луну это будет способствовать тому что вы избавитесь от денежных проблем вы сможете разорвать свою связь безденежья деньги возвращаю не на убытки а на прибыль то что отдаю со временем большем количестве вернул проговорив такие слова вы не останетесь без денежной энергии иной на человека который дал вам их долг это тоже не отразится если будете отдавать деньги во вторник в среду или воскресенье то знаете что вы таким поступком и незнанием привлечете сильные проблемы в свою жизнь а в результате бедность и постоянно будете жить в долгах только деньги у вас будут появляться сразу же будут возникать проблемы на которые эти деньги будут уходить поэтому воздержитесь и перенесите это это действие на правильные дни а самые лучшие дни когда желательно возвращать деньги это четверг пятница и суббота энергетика тени будут благоприятно влиять на денежную энергетику и она не будут уходить от вас помните о том что отдавать деньги нужно только правой рукой при этом трижды щелкните щелкните пальчиками на левой руке а когда забираете долг делать это левой рукой так как эта рука больше способна притягивать потоки сильных энергий и в такой момент при умножить денежную энергию вокруг вас получив зарплату или продав какую-то вещь не нужно спешить отдавать из этих денег долг такие деньги должны переночевать дома хотя бы одну ночь при этом когда внесете в дом проговорите такие слова в доме этом ночью те его облюбуйте если уйдете обратно приходите больше никогда из него не уходите это действие будет способствовать тому что вы получите денежную энергию а ваш дом наполнит благополучие когда вы их отдадите денежная энергия быстро вернется к вам научитесь отдавать долг с радостью ведь это означает что вашей жизни наступили благоприятные моменты вы сможете избавиться от долгов поэтому при этом проговаривайте слова благодарности про себя делайте это от души деньги после такого быстро начнут поступать вашу жизнь а все прошлые долги останутся позади когда это произойдет дальше старайтесь никогда не брать долги научиться справлять научитесь справляться с той денежная энергия которая у вас есть если долг был было трудно отдать кто когда отдаете произносите следующие магические слова долг отдаю деньги хозяину возвращаю но ему от души счастья желаю положительные эмоции излучаю денежную энергию привлекаю финансовое положение свое кардинально меняю этим действием вы притянете к себе финансовую удачу а чтобы притянуть свою жизнь удачу возвращаете долг более мелкими купюрами чем брали сам долг этим простым действием вы притянете богатство в свою жизнь но человек которому вы будете этот долг возвращать может не захотеть принимать деньги мелкими купюрами потому что все таки он давал им давал вам их скорее всего крупными купюры и так как побоится потерять свою денежную энергию он предложит поменять ваши деньги на более крупные купюры не обижайтесь а просто сделайте так как он хочет но при этом когда будете их отдавать положите на них монету любого цвета и номинал и скажите такие слова денежная энергия у тебя и у меня пусть будут с нами навсегда после проговоренных слов долг отдайте а монету выбросите через левое плечо это поможет сохранить денежную энергию а вам привлечь ее в нужном количестве когда будете отдавать деньги человеку который не чистосердечен к вам скрутите деньги или сложите их так как вы сможете сохранить денежную энергию которые притянули к себе к себе а данному человеку вернете только его перед тем как будете отдавать долг обязательно пищи пересчитайте деньги 8 раз сложите их обязательно в правильном порядке от меньшей купюры к большей при этом просите их о том чтобы они к вам вернулись расскажите что готовы ли соблюдать все правила по которым эта энергия существует деньги ни в коем случае нельзя возвращать через порог и стоя на пороге помните таким поступком вы привлечете к человеку который одолжил вам деньги в дом неблагополучия а финансы будут обходить впредь вас стороной это неправильная плата за помощь вам ведь когда вы нуждались в деньгах вам их одолжили серьезно относитесь и к срокам когда обещаете вернуть долг обязательно делайте это в назначенное время ведь потому что деньгам свойственно точность если нарушить это правило то деньги не вернуться к вам так как будут чувствовать что вы не серьезно настроены придерживаться правил связанных с ними отдавать деньги из рук в руки также не стоит лучше класть их на деревянную поверхность стол стул так как дерево способно приумножить энергетику денег если таких предметов нет под руками воспользуйтесь сумкой кожа способна также привлекать денежную энергию может возникнуть и такая ситуация когда долг приходится возвращать в какой-то конфликтной ситуации и это обязательно будет способствовать тому что в дом придут финансовые неудачи и большие денежные потери если у вас так получилось то после ухода должника вымойте пол где он стоял соляным раствором дверные ручки и вылите такую воду подальше от дома при этом произносите такие слова три раза соль негатив вобрала вода его смыла энергетическую связь с должником разрываю в доме его своим впредь видеть не желаю денежную энергию свои при себе оставляю ему отобрать ее не позволяю такое действие убережет вас от денежных потерь после отданной вам суммы денег разместите восковую свечу и пусть она полностью сгорит при этом думайте о том что огонь убирает весь негатив и притягивает энергию в большем количестве на следующий день одну купюру отдайте на благотворительность такое действие поможет не только убрать негатив но и сохранить денежную энергию а также приумножить ее нельзя отдавать купюры в которых присутствует цифра 2 запомните потому что эта цифра обладает энергетикой бедности ничего хорошего не принесет не вам не тому кому вы эти деньги отдаете используйте эти правила и знания друзья себе во благо они помогут вам уберечься от необдуманных поступков не забывайте что нарушение этих правил будут сказываться на энергетическом уровне а это привлечет к вам неприятные последствия которые нарушат уровень вашей жизни и приведут к денежным потерям старайтесь не жить в долг научитесь жить по средствам управляете и правильно денежной энергией и у вас никогда не будут точно денежных проблем с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените а прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника друзья это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ